Превращение прибавочной стоимости в капитал, то есть как прибавочная стоимость, когда мы продали товар, получили деньги, как она превращается в капитал. И за счет чего, соответственно, капитал возрастает. Очень важная глава, очень сложная, очень много диалектических категорий, но мы как бы по верхам ее пробежимся, по самым основным. Данная глава рассматривает конкретно то, что если мы получаем монет производства, прибавочный продукт, мы его продаем, получаем прибавочную стоимость, мы эту прибавочную стоимость можем использовать в качестве капитала. То есть мы на эти деньги покупаем новые средства производства и выпускаем новую продукцию. Так у нас и происходит накопление капитала, то есть капитал вырастает и увеличивается. Маркс берет демет с одним капиталистом за период 1 год. То есть берем условно 1 год до предприятия. Капиталист авансирует, то есть первоначальный капитал, который у него есть, за год 10 тысяч, мы напишем ОЕ, там фонтов стерлинга, там это неважно. Это, соответственно, будет 100% авансированного капитала. То есть он взял 100, 10 тысяч фонтов стерлинга, положил их в производство. Пусть из них будут 80% это затраты на расходы, оборудование, то есть на производство непосредственно, и 20% это зарплата. 80% это маркеризация, а 20% это ЗПЛ. За год это предприятие, допустим, выпустило у нас продукции, продало на 12 тысяч основных ленинцев. Соответственно, мы получаем, что из 12 тысяч прибыли мы отнимаем авансированный капитал, который нам не нужен, затрачено в производство, получаем 2 тысячи прибыли. Что капиталист делает на следующий год? Он берет опять эти 12 тысяч, 10 тысяч, вкладывает в производство и повторяет цикл на второй год. То же самое. У него остается 2 тысячи. Вот эти 2 тысячи являются камнем предковновения. С одной стороны, капиталист может пустить их опять в оборот. То есть в следующий год авансирование 10 тысяч, а 12. Опять прокручиваем цикл производства, опять там 12, 20 процентов, туда 20, 80. В итоге на третий год он, соответственно, выходит, получается здесь прибыль за счет дополнительных 2 тысяч, и счет получается 400 фунтов в год. Соответственно, на третий год он уже выходит с капиталом, 12, 400. То есть если мы вкладываем все в производство полностью, всю прибыль, у нас капитал начинает расти. Но для того, чтобы капиталист мог всю полученную прибыль первый год вложить в производство на следующий год, он должен на рынке найти необходимые для этого ресурсы. То есть что там перерабатывал, не знаю. Перерабатывал еще раз, делал из нее ткань. Если на рынке продажи нету лишней ткани, и он не сможет ее купить на следующий год, соответственно, эти 2 тысячи дополнительные, полученные за первый год, не сможет потратить. Может не хватить станков, да, то есть производители станков не успели произвести нужное количество станков, и он не успел с ними никак распорядиться. Опять же, нужны рабочие, которые будут на эти дополнительные 2 тысячи наняты, которые сделают из них дополнительную ткань из этой части. Опять же, рабочих на рынке может не быть. То есть вопросов очень много перед капиталистом ставится, когда он всю прибыль попытается вложить в производство. Я сейчас это быстренько сотру и нарисую маленькую схему для наглядности. Итак, получил у нас прибавочную стоимость капиталистка. Он может вложить ее в производство. Мы рассмотрели этот пример. Сначала 2 тысячи, потом дополнительные с них еще 4 тысячи, 4 тысячи до фунтов. То есть он может расширить свое производство, расширение к производству. То есть производство станет больше, фабрика разрастется, больше станков, больше помещений, больше заводов, больше людей. Но опять же, это если у нас есть, маленькая есть, если рынок позволяет. Даже если он нашел станки, рабочих, ткань, возникает вопрос, рынок уже поделен, ткань продавать некому. Это сразу к вопросу, как при капитализме возникают кризисы экономические. То есть если ты даже всего нашел и выпустил, вопрос кому ты это продашь. Если ты это не продашь, ты не получишь прибыли. Рассматриваем следующую ситуацию. То есть не можем мы расширить производство, но прибыль мы получили. Капиталист может эту прибыль накапливать, накопление. Про производство накопления мы рассматривали в предыдущих главах. Если касаться именно накопления капитала, то это должны быть какие-то средства производства. То есть можно закупить там новые здания, новую землю, где наседание расширить. То есть нечто такое, что можно впустить именно в качестве оборота. Но можно накапливать в виде сокровищ. Да, там золото, купить акции, купить какие-нибудь. То есть как-то вот эти дополнительные 2000 прибыли, которые он за год положил, чтобы они никуда не делись, он и нужно что-то вложить. То есть как-то накопить. И третий вариант. Потому что опять же в этом условии есть маленькое «если». Если есть данные для продажи, если есть золото, которое он может купить, если есть что-нибудь, акции, которые ты можешь купить, если у тебя есть возможность. Потому что бывает, что все закончилось, покупать нечего. Тогда капиталисту эту прибавочную стоимость, единственное, что ему остается, это ему проесть ее. Есть. Ну тут все просто, да? 2000 фунтов стерлингов в год получил и гуляй-то хочешь. Хочешь 100-метровую яхту, хочешь еще марок, сананасывание яхтчиков, в общем, как сказать, все что угодно. В этой картинке сразу ряд ответов. То есть, допустим, не всегда можно ругать капиталиста за то, что он вместо того, чтобы расширять производство, вынужден проедать свою прибыль. Ну, действительно, бывает такое дело, что... Ну, куда-то денешься, денешься, денешься. Построить новый завод, прибыль, ну, 2000 маломатого новый завод. Купить его нет, строить негде. Рынок поделен. То есть, ты можешь больше производить продукцию, но его купить некому просто, банально. Поэтому вот деньги у тебя есть, куда их деть. Вот и получается, они люди себе строят, землю покупают, там, в данном ближнем стиле. Вообще, просто шикарно живут, и, да, там, в Монако проедают банально. А если нету, там, проедания? Ну, давайте положим, что есть, и такое если. Нет. Все мы читали, ну, или смотрели этот фильм «Золотой теленок». Был у нас там подпольный медленер, миллионы у него были, но расширить производство не мог. Нет, закончился, накопить сокровища, ну, там, показано было 100 бендер, да, к долгу, пытался золото покупать. Кстати, тоже были проблемы, много-то золота в Советском Союзе не купишь. Ну, и проесть эти миллионы, корейка тоже не мог, чем мог, если ты будешь жить больше, чем тебе положено, в свою закладу, все спросят, товарищ, откуда деньги. Вот, опять же, если возвращаемся к остату бендера, у него была другая проблема, да, день есть и купить ничего не можешь. То есть, предметы роскоши в Советском Союзе их просто не упускали. Нельзя купить было 100-метровую яхту. 100-метровая яхта или автомобиль могли находиться только в общественных пользовании, и, соответственно, они в личном. Так что здесь, в принципе, есть, если есть. Но капиталисты знают, что они не смогут проедать свою прибыль, поэтому они борются за капитализм, а не за советский строй и за НЭП. Вот со стороны капиталистов у вас, да, такая картинка. Теперь со стороны рабочего. Рабочие, когда создают прибыль обочиную стоимость, да, у нас получаются дополнительные деньги, и, соответственно, у нас капиталист вкладывает, если его в первом случае, расширение производства, то есть, понимает еще рабочих. То есть, рабочие у нас обеспечивают работой новых рабочих, получается. С другой стороны, мы уже это рассматривали, да, когда средства производства наворачивают, то есть, не обязательно стола капиталист берет и расширяет производство за счет того, что покупает больше станков. Он может купить более новые станки. Новые станки более производительные, они будут больше выпускать продукции. И тогда рабочие, выпуская дополнительную прибавочную стоимость, они делают хуже, само имя в себе. Предприниматель купил угловые станки, часть персонала выгнул. На улице они остались без средств существования. То есть, как с этим бороться? Опять же, у капитала Лимаркса был ответ, да, то есть, если мы, нам надо меньше рабочих для производства того же количества продукции, то надо и рабочих сокращать, или рабочие деньги. То есть, количество рабочих должно оставаться, иначе они все пойдут на улицу и будут там помжевать. Опять же, мы рассматривались, находясь на улице, они создают рынок дополнительный, давление на рынок рабочего труда. Больше работников, больше безработниц, зарплата падает. То есть, опять же, выгодно капиталом со всех сторон. Итак, что у нас еще остается? О переходе прибыли именно в капитал я пропущу чуть-чуть. Это надо обсуждать, когда каждый прочитал главу в обсудении именно каждого параграфа. Мы чуть-чуть вперед перенесемся. Вот у нас был изначально авансированный капитал в 10 тысяч, да, потом получилась прибыль в 12, мы его вложили в производство, получили еще больше, 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 больше. Возникает вопрос, а какой первый самый авансированный капитал был в начале, да? Как там у нас учат всякие коучеры, да? Купил яблоко за доллар, продал за два, нарастил-нарастил, стал миллиардером. В принципе, Марс говорит о том же самом, что вообще изначально первый самый капитал был бесконечно мал. Он использует математическую там понятие бесконечно мал. То есть, в принципе, изначально капитал родил сам капитал. И опять же, возвращаясь к мысли, да, почему капиталист распоряжается всем этим. Многие скажут, что вот у него же 10 тысяч фунтов было, которое он вложил в производство. Вот он поэтому может там думать, что с прибылью делать. Но опять же, возвращаясь к самому началу, что 10 тысяч фунтов он не сам их сделал, не сам их приобрел. Эти 10 тысяч фунтов накопились за счет много-много лет наращивания и присвоения капитала. Отсюда сразу можно следующий вывод сделать, что много капитала у нас было, из ничего стало много. А у нас сейчас много, то есть в следующем году у нас станет еще, еще и еще, и он будет возрастать до бесконечности. Опять же, мы сейчас смотрим, да, экономика с каждым годом распухает, как лучше, наверное, будет сравнение всего. Это как мыльный бутыль называют, когда прибыли у капиталистов растут, они денег много получают, куда их девать, они закачивают их во всякие. Расширение реального производства невозможно, да, проесть такие суммы огромные невозможно, они как раз накоплены. И накапливают там, он какой-нибудь, Маск купил себе биткоинов, там кто-то купил акции, кто-то купил фьючерсы на выкачивание нельфики через 20 лет в будущем, там, что-нибудь. То есть они пытаются эти деньги в прибыли хоть куда-то дадить, потому что они с каждым годом все наращиваются, 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 наращиваются. И процесс этот остановить ему просто невозможно. Опять же, еще такой момент очень интересный. Вот были старые капиталисты, да, которые там много-много-много веков этих капитал накапливали. У них очень много денег, они могут прибыль и на расширение производства потратить, и проесть очень много, и на накопление очень много. И тут возникает вопрос появления новых капиталов, то есть новых капиталистов, да, то есть, ну хорошо, я пошел, продал яблоко за доллар, получил 2 доллара, купил. Я получил некоторую прибыль. Вопрос, куда я его могу деть, да? Более крупные капиталы расширили производство, то есть я с ними потягаться по весу капитала просто не могу, то есть я их в расширение производства вкладывать практически невозможно. В накопление складывать тоже, ну ты видишь, ну как бы сокровище получил, куда ты их денешься, ну и можно их проесть, ну вот ты их проел, и все. Капитал потратил, опять же возвращаясь к чему, капитал это неоплаченный труд, то есть кто-то трудился, кто-то работал, зачем? Что ты их просто проел, прогулял, промотал там. То есть ты труд чужой взял и спустил, грубо говоря, в унитаз, проел. Не потому что тебе хотелось есть, ты просто хотел там прогулять. Надо было теперь именно шампанское, какое-нибудь там за 10 тысяч евро пить, а не обычное за штуку, грубо говоря, евро. Ну и соответственно возникает вопрос, да, откуда возьмется новый капитал. Поэтому все новые компании, которые сейчас появляются, да, в основном там в IT-сфере, ну в новых, там где рынок еще не занят. И можно еще расширять производство. Да, компании появляются, но как правило их все поглощают более старые капиталы, у которых сумма накопленных капиталов больше гораздо. Опять же, есть еще один такой способ, в принципе, это мы в прошлой главе говорили, давайте это пропустим, не будем затягивать. О том, что они могут акциями меняться между собой, это было в прошлой главе. Еще Маркс очень интересный вопрос поднимает о моральной оценке. Он писал в уроке, тогда христианство было еще достаточно сильная тенденция. У Маркса, допустим, в этом было очень много отсылок к Библии, очень много отсылок именно к христианской морали. И возникает вопрос, да, то есть вот капиталисты проедают все это, просаживают капитал и наследство, да. Вот с моральной точки зрения, люди работали, трудились, а ты это пустил деньги на ветер. Доходит же безумие, да, когда там сигару надо поджечь, ничем нибудь, а 100-долларовой купюрой. По-другому что нельзя, то есть это тупо проедание прибавочной стоимости. И Марксом некоторые отсылки используют, да, то есть чисто морально, с человеческой точки зрения, как это относится, мораль общечеловеческая. Он художественную литературу приводит, да, есть там итальянская, это перетка по поводу скряги, да, который накапливал, накапливал и сам экономил им, грубо говоря, вместо того, чтобы нормально питаться, ел им одну овсянку, лишь бы это самое. Да, побольше капитала накопить и расширить свое производство. Благо, произведение, что не 17 века, и там возможность расширения производства еще оставалось. Вообще, позиция морали, это от общества зависит, если общество в округе оценивает, разжигая себе эту стаду, как вы можете это позволить, то это считается нормальным? Ну, да, да, но видишь, опять же, тогда еще вопрос морали. В принципе, сейчас тоже вопрос актуален, просто он немножко залывен. Но Маркс рассматривает именно экономическую часть, то есть здесь мораль упоминается, но она так, просто как пример, да, чтобы были стряги, которые не доедали, лишь бы получить дополнительное расширение своего производства. Я так понимаю, тут про христианскую мораль, то есть они не про абстрактную мораль, в принципе, а именно про христианскую мораль. Прежде всего, да, он имел в виду христианскую мораль, потому что он в уроке для евросоюза писал. Тут никуда не денешься, Китай тогда был, мягко говоря, он даже не капиталистическим тогда был. Это, с одной стороны, да, с этической, когда мы смотрим, что капиталисты проезжают все это, ну, опять же, просто потому что им вкладывать некуда. На самом деле, и накапливать в виде золота, это не очень хорошо, но смысл это. Это метод осуществления капитала, мы об этом говорили в прошлый раз, да, вместо того, чтобы все эти средства вложить в расширение производства, сделать более современные стынки, люди тупо меньше работали и лучше жили, мы вместо этого будем все это перекапывать, перехачивать, неважно куда, в накопление, в пройдание, куда угодно, но только не в расширение производства. Если в расширение производства, то не в рабочую силу, а прежде всего именно в накопление капитала. Поэтому еще тогда, 200 лет назад, да, столкнулись с проблемой, что капиталисты начинали кормить своих рабочих суррогатами, ну, и понижать зарплату. Ну, и, соответственно, и продукцию, которую капиталисты выпускали, они тоже ее специально добавляли всякую фигню, чтобы сделать ее подешевле, называется это суррогатами. То есть, в хлеб добавлять мел, допустим, чтобы он был беленький и потяжелее, грубо говоря. То есть, пока одни жрут ананасы, вторые питаются суррогатами. Это было 200 лет назад, это было 100 лет назад, накануне революции у нас, это есть и сейчас. Молочные продукты не из молока, мясо не из животного белка, из соевого и так далее. То есть, опять же, как 200 лет назад, что сейчас 1-1. Ну, и фальсификация товара. Вопрос тоже в этой главе был Максом разобран. Хотя частично там были предыдущие главы, мы рассматривали про тот же клей, как они его тогда пекли. Следующий вопрос. Опять же, вот мы с моском, что капитал возрастает, возрастает с каждым годом все его больше, больше, больше. И, соответственно, возникает вопрос, что раз капитал растет, больше расширяется у нас производство, соответственно, у нас все больше и больше людей вступают в трудовые отношения с капиталистами и работают на капиталистов. Да, многие, опять же, пинают, что вот у нас рабочий класс сокращается и сокращается. Ну, это отчасти верно, да, но наемных рабочих у нас становится все больше. То есть, допустим, было у нас когда-то христианство, потом мы из него сделали колхозы, сделали фермеров, и с фермерами сейчас никого не осталось, остались еще и агрокомплексы. То есть, количество наемных работников, в целом, опять же, мы смотрим по миру, так как капиталистическая экономика у нас мировая, она все время растет. В Китае, который сегодня вспомнили, там, опять же, количество рабочих все время растет, количество христиан заключается. Рабочих, я имею в виду более общее название именно наемных работников, которые работают по найму, а не рабочих те, которые производят товары. То есть, их количество постоянно возрастает, и от этого никуда не деться, потому что количество капитала возрастает. Опять же, у нас скоро встанет вопрос, что когда все свободные христиане закончатся, там, Африка последняя, грубо говоря, у нас осталось, здесь еще есть более-менее вольные люди, которые все перейдут постепенно в наемные работники, и капиталу просто негде будет набирать новых людей для расширения производства. И надо или из людей больше начинать шлепать, в инкубаторах их выводить, чтобы было больше работников, или перестать расширять производство, и все произдать и накапливать. Как расширяется там, где рынок еще не захватил? Ну, в рынке, видишь, и новые создаются постоянно. Вот, рынок смартфонов. Ничего здесь лет назад их не было, сейчас есть. Земля-то круглая, соответственно, если была плоская, может быть, будет расширяться дальше. Так, оно ограничено. Представляется обычно как круг, то есть есть ограничения. Но это ладно, это теория плоской земли. Танкеты, слоны, страусы. Я, наверное, давайте последний еще тезис скажу, по этой конкретно говоря, которую стоит, наверное, озвучить, что капитал, тот самый, который производит что-то, прибавочную стоимость товара, который производит, это у нас, получается, эластичная часть общественного богатства. То есть, то, что можно меняться и куда-то перейдешь. А если у нас экономика расширяется, у нас нет кризиса экономического, у нас расчет идет в производство. Но у нас увеличить. Мы делаем больше машин, больше телевизоров. То есть, в кризисах перепроизводства нет? Да, если у нас начинается кризис в перепроизводстве, капитал эластичный, его можно перекачать в накопление или, грубо говоря, в проезд, заняться декаданство. То есть, и так, и так. А с накоплением оно в расширение тоже свободно перетекает? Ну, не совсем свободно, потому что золото ты накопил, но когда тебе надо будет строить новые заводы, тебе нужен какой-то лаг времени. Ты это золото сначала вложил в научные изыскания, в постройку этого завода. Его раз построили, тогда можно, да. Но есть определенный лаг по времени, поэтому экономики после того, как экономический кризис в перепроизводстве в капиталистическом мире заканчивается, он не сразу, мы не сразу возвращаемся на прошлый уровень производства, или не сразу поднимаемся еще выше. Пока эти средства перекачают обратно в производство, производство начнет расширяться, и вот только тогда, когда производство начинает расширяться, люди начинают ходить на работу, получать зарплату и, соответственно, лучше жить. То есть, поэтому сразу после кризиса есть несколько лет временного лага на наращивание предыдущего уровня жизни. Ну, то есть, накопительная часть, она не идет компенсацию, допустим, если денег не хватает у рабочих, чтобы закрытие, и кризис перепроизводство, что-то основное, накопительная часть никакого не идет. Ну, понимаешь, накопленный капитал есть у капиталиста, а во время кризиса голодает и капиталисты рабочие. И капиталисты накоплены свою прибыль, он же прибыль получил, он рабочий мне даст, поэтому он надеется, что он с тобой поделится своим сокровищем. Нет. Он, скорее, себе еще и десяток прислуги найдет за копейки. Раскулаченьки так и так принес. Ну, видишь, опять же, нельзя сказать, что капиталист, ну, виноват, что накапливает, пытается куда-то выводить капитал, да, или обвинять в том, что он свои доходы проиграет. Очень часто, в отличие от первой стадии капитализма, когда шло накопление капитала, там все можно было экономить, одной отсянкой капитации, все ради расширения производства. Уже Маркс пишет о том, что проблема с расширением производства, что расширяться особо-то и некто, рынки как бы не ограничены, что рынки производства, тебе просто негде купить ресурсы, которые теперь работают в товары. Не хватает рынок сбыта, где эти товары реализовать. Опять же, возвращаемся в прошлое, позу прошлое, да? То есть, хорошо, ты им предложил, поизобрел 12 тысяч товаров на 12 тысяч, а своим рабочим ты заплатил 20 процентов, то есть, всего лишь 20. Две тысячи. То есть, не больше, там просто 20 процентов. 20 процентов, да, там амортизировано капитала, то есть, рабочим ты из них заплатил только 2 тысячи. Но вот рабочие из этого товара 2 тысячи купят, хорошо. Восемь тысяч ушло на 80 процентов этого амортизировано капитала, то у нас получается 8 тысяч ушло на амортизацию, восстановление. Ну, грубо говоря, на расходники и на восстановление амортизационной стоимости капитала, да? У нас остается 2 тысячи вот таких вот прибыли. А откуда, грубо говоря, если мы берем не одно предприятие, а всю экономику в целом, откуда взять еще 2 тысячи? Мы товары произвели на 12 тысяч, 2 тысячи условных единиц у нас есть работников, они могут купить этого товара на 2 тысячи, 8 тысяч это у нас на расход производства пустили, да? Ну, грубо говоря, мы станки потом купим на эти деньги, а производитель станков купит наш товар. Ну, абстрактно, если мы берем целую экономику. У нас остается это 2 тысячи. То есть, без этого внимаем это, это. Остается у нас 2 тысячи. Вот кому ты подашешь товар на 2 тысячи условных единиц? Если в экономике тебя вращается только 10 тысяч. То есть, это расширение рынка, больше товара ты не можешь продать. Вот если ты на эти 2 тысячи покупаешь золото, просто складываешь, оно лежит никуда тебе не пробивается, или ты начинаешь там гулять, проедать. Если ты даже начинаешь продать, оно может даже чем-то лучше, потому что часть из этих средств возвращается в экономику, потому что кое-что из них получают работяги, которые ярко тебе построят, которые прислуг на тебе работают. То есть, они хоть как-то там будут вращаться. А если ты это получил мертвый капитал в золото, ну, ты купил золото, все. 2 тысячи, вот тебе в золоте лежат, и в биткоинах, вообще ни в чем. Золото это хотя бы можно подождать. С целью это накопление дает то, что потом оно будет сходить? Да, ты можешь потом попытаться использовать и расширить производство, или его проесть. Накопление капитала тоже идет. Тут вопрос опять же, в чем ты его накапливаешь? Если в основных средствах, которые ты можешь пустить в производство, это хорошо. Даже золото можно, чисто теоретически, пустить в производство. А если ты фьючерсы покупаешь, или биткоины, ты их никуда не получишь. Ну, кто там надеет, что это стреляет? Вот опять же, пример с маслом. Вот недавно купил биткоинов, они сразу подскочили, цена на рынке. Потому что Макс купил, он покупает, значит всем надо покупать, но биржа сразу скаканула, Маск стал первым самым богатым человеком планеты. Тут рах-бах очередной неприятность на бирже, биткоин чуть-чуть упал, потому что там в США что-то в них опять закон выпустили. А, влагательные собрались с налогом, по-моему, биток. И все, и Макс с первого места стал вторым самым резко. То есть, да, он вроде бы накопил эти битки, а что с ними толку делать-то? Ну, мы же не знаем, когда он накопил. Написали задним числом, что он накопил, а купил-то заранее. Ну, понятно. Да, накопление есть, но вот это накопление, ничто, его не всегда можно потом в производство вернуть и опять начать что-то производить. Опять же, у капиталиста, я же говорил, очень большое если, если он может накапливать. Не всегда можно на рынке купить золото. Ну, его количество выпускается ограниченное. Да, его купили, все, и закончилось. Слишком много ты будешь покупать золото, оно резко подскочит в цене, и тебе уже не выгодно его покупать. Ну, я не знаю, это относится к капиталистам, или это относится к идеологическому, что да, у тебя оно может быть, а может быть и не быть. То есть, ты можешь накапливать, ты накапливаешь, не можешь накапливать, не накапливаешь. Ну, понятно, что оно есть, но для капиталиста, если он идеальный мир строит, то он всегда будет накапливать, даже если он не видит, куда это складывает. Можно даже посмотреть на мечты легитарианцев, да, о чем они мечтают. Тут я, если барабершон построю, буду получать прибыль. Что я с этого сделаю? Куплю-ка квартиру, вложусь в накопление, то есть, накоплю квартиру, если что-то грудей не приносить, то это уже расширение производства, если он будет расстроить. А могу там бетон купить, а могу взять и прогулять в кабак, пойти с проститутой. Возникает вопрос, может ли легитарианин сейчас купить себе второй барбершоп? Да, барбершоп по городу тает. Они считают, что могут, потому что они купят? Ну, считают, они считают, но второй барбершоп они обычно купить не могут, и покупают квартиру. Я бы тут хотел бы еще добавить, ну, вы сказали, что раньше, во время становления капитализма, как раз таки было, производство, тут еще играет и очень немаловажную роль то, что в это время, это, собственно, 17-18 века, главенствовало как раз таки, ну, очень сильно, сильно было протестантизм, который, собственно, и диктовал то, что вот ты не трать, ты не копи, а именно вкладывайся в производство. Я это не в виду, да, когда говорила, о расширении производства, да, тестьянская мораль, в том числе, он проделал статизму, он давал расширения. Тут просто проблема в том, что... Миссионерство, колонизация, то есть, это все про него нет. Тогда было куда расширяться. Да, тут просто проблема в том, что в католической морали, в принципе, сам по себе капитализм, но это плохо, то есть, наращивать производство, денежные спекуляции, все это очень плохо, ну, а почему евреев? А почему евреев? Ты очень далеко ушел. Во первых, христианство бывает разное. Бывает протестантизм, он сильно отличается, допустим, от католицизма. Нет, я знаю. Там разная мораль чуть-чуть. Так я об этом и говорю, то, что вот, как раз таки, протестантизм стал, в некотором роде, религией будущих, ну, или прошлых капиталистов, вот, просто, потому что он, ну, разрешал, в некотором роде, предпринимательскую деятельность, вот. Но и ты с чистым сердцем, и с верностью, что Бог тебя любит, по-патестантским опытам все дело делать. Там, не соглашусь, там чуть-чуть по-другому. Дело в том, что церковь, та же католическая, она прекрасно относилась к роскоши, и что, как не Ватикан, например, роскоши. Протестантизм, как раз и говорил о том, что роскошь, накопление, это все плохо, что надо трудиться, и все вкладывать в расширение производства. Почему он тогда выстрелил? Очень хорошо, что открыли Америку, которую начали активно колононизировать, строить там заводы, да, было куда вкладывать, поэтому протестантизм, тогда очень сильно. А сейчас дети протестанты. Тут проблема, скорее, в том, что ты не совсем прав на насчет роскоши. У церкви роскошь – это естественное средство самой церковной логики. То, что, мол, мы всегда должны стремиться к величию и к красоте Бога, мы ее не достигнем, но мы всегда к ней должны стремиться. Вот. И, собственно, поэтому настолько богатые церкви и тому подобное. Вот. И при этом в католицизме там как раз таки порицается сама по себе предпринимательская деятельность. То есть, ешь, молись, и там, допустим, делись. Вот. А если ты… Это надо вернуться чуть-чуть не к первому христианскому собору, а вообще к первому христиану. Ну, там полный трэш, но я просто к тому, что… Ну, ладно. Про евреи видишь, там другое. Дело в том, что евреи, те же все европейские монархи, евреи при себе держали. По той простой извлечении, что еврею можно давать суживать под процент христианам. Это, кстати, у мусульман то же самое. То есть, мусульмане – мусульмане, но под процент суживать нельзя. Это не по Божьему Завету. Поэтому они, в принципе, тоже прекрасно с евреями дружили, с христианами. Христиане дают мусульмане, мусульмане… Да, то есть, с церкви это все мирилось. Потому что этот человек потом придет с этой прибылью. Ой, я типа набухался, надо грехи заморить. Пришел в церковь, батюшки там отстегнул, сколько надо, батюшка, ты прощен, у тебя инстульгенция там. Или что у них там у мусульман было, не помню. То есть, тебе прощение за то, что я грохал церковь. Это было еще в первые века христианства. Христианство появлялось, скорее, религия для рабов, что ты здесь страдаешь, а потом ты умрешь, и там тебе будет хорошо. Оттуда и пошел ты. Потому что чрезугольное ушко трудно богатому пролезть, как верблюды, как верблюды. Первоначальный смысл, что верблюды тяжело через ушко пролезть, так и богатому тяжело в рай попасть, потому что на этой жизни не страдает. Буквально через пару первых веков христианство с этой проблемой справилось, и все у них стало хорошо. Е, Е и Е. Мы уже вышли просто в сторону. Про мораль Макс разбирается. Я специально выкинул рассмотрение окружка. По-хорошему, по-хорошему. Мы сейчас первый раз в капитал пройдем до конца. Я бы предложил перенять опыт у нас нереотического окружка. Мы берем главу первую, все ее прочитали, и собираемся обсуждаем. И там чуть ли не за каждый абзац идет бодание, кто как понял, почему кайф или не кайф. Поэтому мы, допустим, там вторую главу уже чуть ли не полгода разбираем. Потому что потихоньку, потихоньку. Здесь ты зря смеешься. Здесь тоже очень много моментов. Я очень много чего упустил. Это понятно. Я смеюсь не потому, что такие лохи и тому подобные, а в плане того, что это настолько долго. Вторая глава в год. Да. У нас сейчас ее добить чуть-чуть осталось. Да. В принципе, я говорю, глава достаточно сложная. Там много всего такого достаточно глубинного. Но я основу рассказал, как накапливается капитал за счет чего. Почему его становится много. Почему первый капитал ничего. В начале было яблоко. Но это было 2000 лет назад. А сейчас у нас вот такая картина. И она будет разрастаться. То есть, если там 2000 фунтов от одной фабрики во времена Маркса, через 200 лет, там уже 2 миллиарда. И куда их девать. И проесть 2 миллиарда сложно. И накопить 2 миллиарда сложно. Уже, говорю, битки вкладываются. То есть, вообще в воздух. Хоть куда-то деть прибыль. Потому что, если ты ее никуда не денешь, у тебя фантики остаются на руках. Денежные знаки, они, к сожалению, сами по себе ничего не знают.